Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 340. События дня. Эпиграфом берется Якова 4.4. Прелюбодей и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Богу. Это вот как печать какая. Допекли, дожились. Не знаете ли, речь идет о верующих, а которые в миру, о них вообще нету. Господь не внутренних ли судит Бог. Даже сказать нельзя. Всего только любит человек мир. По-мирски. Сидели около телевизоров, пялились туда. Разные матчи, футбольные, там все смотрели, кричали точно так же, там судью намыло где-то. Враги Богу. Я однажды говорил об этом и коснулось сердце одного священника. И он говорит, ты купил только что недавно телевизор последней марки, огромный такой. Что ж теперь делать? Я говорю, на каком этаже живешь? Такой, да ты в окно, и все так дети, как будут делать? Ничего не сделаешь. И он оттуда его посмотрел, внизу никого нету, шарахнул, только брызги полетели, все. И там ничего нельзя сделать, только уничтожать. Вот сегодня дети играют в разные игры, люди, ну, играют в компьютерные игры. Мне-то сразу было открыто, что это хуже наркотиков. Приезжают дети, вот у нас церковь-то, одноэтажный храм, открыто окно, форточка, огромная промуга там, двери открыты. Прохладный день и жаркий. Дети пришли. И вдруг мальчик падает. Говорит, да он это придуряется. Я понимаю, молиться неохота, в лагерь детский пришел придуряется. Но он сделался белый. Лицо белое у него, как простынь. Ну и вытащили его, положили на скамейку. Захожу, девочка тут же хлопнулась, прямо упала. Совершенно беспамятная. Нормальные дети, не пьяные, ничего нету. Вытащили. Захожу, парень рядом шлепнулся. Это вообще невиданное дело. Под ножом эти двое уже сидят, глазами хлопают. Ну, начал разбираться с ними. Ну, и оказалось, что все играют в компьютерные игры. Знают названия, все такое. Это хуже наркотиков, беснования. Компьютерные игры, это путь к беснованию. Сатана не терпит в храме быть. Я раньше сам не знал. Ну, ладан, приятный какой. Свинья не выдерживает. Вот в грязи она может, а ладан она не выдерживает. Вот люди заходят в храм, я не могу. Мне так плохо. Вот ко мне баптисты приходили, когда... Ну, вроде хорошие люди, не пьют, не курят. А там за этим сколько кроется. Они слушать не могут. Узнали, что о десяти девах есть толкование златоуста. Я начал считать. Ну, самое больше пять минут. Он начинает в доме оглядывается, что... Ну, а когда он скажет об этом? Так он уже говорит об этом, они не понимают. Придут иногда, приходили прямо к коллективам, к храму по-кровски. Ну, простоят там, я не знаю, десять минут. И вот начинает на хор оборачиваться. Во время службы. Ну, где-то у православных есть, чтобы он крутился, как свинья на вертеле. Это когда жарят ее. Это внешне, это еще не все. Главное, это внутреннее, что за этим стоит. Утренняя молитва есть. Ну, Господи, благослови. Журналы выписывают. Пять журналов. Все надо просмотреть. Пять газет. А потом идти на службу. Ну, на их богослужение баптическое там. Да все сектанты. Руки сложил. Господи, что положишь на сердце? А ложить-то некуда. Оно переполнено. Это все обман. Но если ты молился днем и ночью, видел перед собою человека погибшего. Я просто, никакой тайны тут не было. Вчера мне сигнал, обязательно сигнал сначала. Никогда, ни разу, никогда взял, чтобы звонок в скайпе разговаривал. Сергей Козлов, парализованного, слава Божией. Сколько у него такту здесь? Я на пять минут конфиденциально. Конфиденциально. Ну, конфиденциально это означает не выставлять. Но сказать-то мне никто не запретит. С чего он вдруг надумал-то? Болеет и еще время находит. Я вот еще хотел сказать. Я порадовался. Вот вы с этим беседовали, с таким-то человеком. Он был против. И как вы подошли к нему разумно. Сказали, нигде ему это не помянули, ничего. И он, видно, что он уже расположен. Знаете, до слез мне. Это лежащий человек, говорит. А священник заходит. Вы такой, на меня там начинает. Ничего не знает. Не знает. Я, если даю... Вот материал, смотрите, отзыв обо мне дает, какой митрополит. Русской народной линии запросили обо мне нынче летом. И митрополит местный, Сергий Иванович, митрополит. Это митрополия сейчас на Болтайском крае. Ну и говорит-то, говорит, все правильно. До одного слова правильно, разумно, просто дальновидно. Говорит, сразу же поднимаются. Ну, охмурили. И этого, главное, зазомбировали. То есть, совершенно безумевшие. Митрополит. А зазомбировали там что-то. И на него жалобы пошли. Им надо меня добить, а добить не могут. А как добить? Да еще и... Да это же прожаренный на десятки раз. Меня что добивать-то? Я полуживой хожу. Вот я просто хочу сказать. Прелюбодеев сколько вокруг. Прелюбодеи. Оно дымится смердящим духом. Дружба с миром, дружба. А тут буквально прелюбодеи. Мало того, еще и садомиты. И рот раскрывают. Я вчера почитал Второй Ватиканский собор. О чем говорили. Как у них это разлито там было. Это мужеложество. Ужасно. Какие слова там говорят. Что там где было. Почитал. Ну, если бы не отчет этого. И кардиналы какие говорят. Я много времени за этим провожу. Я могу открыть сейчас и показать. Но не время. Страшно считать даже. Как будто бы садом. И это священнослужители. А эти ездят с ними, сообщаются. Что сообщается-то? Если бы благодатью делились, хвалились Богом. А то нету. Дружба с миром. Кто хочет быть другом. То есть даже он не может, а хочет. Я вчера ролик составил. Что мне полезного даст этот Трамп, Дональд. Что у нас общего есть. Я нашел. 29 позиций у нас общего с ним. Встает он во сколько. Сколько спит. Мне все понравилось в нем. Но он масон. По-нашему он пресвятырянист. У них нет священства. Он еретик для нас. Но молиться за него надо. Мы уже молимся. Молимся за него. Дивный Господь. Это у нас за 16 ноября. Ну а сегодня уже 17. Ну тут 1 Иоанна. Тоже заботился. Не любите мир и не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очень. Ибо все, что в мире, похоть плоти. Похоть отчей. И гордость житейская. Не есть от Отца, но от мира сего. Гордость житейская. Любите же мир. Она меня нападет. Гордыня. Прелесть. Это главные слова друг от друга воруют. Священники. И в мире они так же. Гордыня. Прелесть. А чем гордыня от гордости отличается? У меня гордыня. Мне одно слово сказали. Я послушался, ушел. Не за авторитет. Но если они, говоря что-то против делу Божию, мешают, я обязан сказать встать. И Трамп это говорит. За задницу меня хватать не будут. Если я начинаю бить, добиваю его. Ну, я понимаю. Мне говорят, вот на вас нападает. И как вы? Я говорю, на один удар отвечаю. Стерии ударов. Я же не сегодня только это начал. Занятия вел в университете. В это время священники. Тогда был здесь епископ Максим. И он посылает. Я все могу называть именами всех их. В университет. В бумагу. Сам приходит секретарь или там помощник. Чтобы меня выгнали из университета. Чтобы я там не вел занятия. Это же было с летным высшим авиационным училищем. За мной гоняются. Как за зайцем собаки. Ну и что? Да ничего я молился. Бог развеял никого. Ни одного нету нигде. Нигде нет. Чистое поле. Потеряли веру. Ушли в мир. Иеромонах женится. Бог поражает. Не я. И вот я про это и говорю. Не любите мира. Похоть. Это у вас гордыня. Гордость друг перед другом. Где стать и прочее. Лицемеры. Ну-ка. Ты все равно не умеешь молиться. Тебе нельзя щетки трогать. Видишь? Иди гуляй. Если были от мира, то мир любил бы свое. Что мир меня не любил, это и так понятно. И вам. Почему? Потому что я сидел, меня арестовывали. Неоднократно гонялись. Конфисковывали. Все. А почему до слова его здесь. Ну и дальше несколько роликов советую посмотреть. А как смотреть? Контур. Внизу, самый нижний уголки. Контур. Нажать. А потом навести курсор и щелкнуть. И сразу ролик откроется. А тут Сергей выставил наши беседы. Путь благовестника и наша вера православия. Священник один нападает. Прямо такими словами гнусными поносит. На меня. Вот. Позавчера. Я ему вот эти ролики сбросил. Замолк. Тут журнал Покров выходит. В Алтайской митрополии. Ну и там обо мне доктор богословия Бачков Павел. Священник. Что говорит? Ну говорит абсолютно. Ну впереди-то маленько. Есть такое, что он не знает цифра. Сколько у нас жителей в деревне. А остальное-то говорит правильно. Как подняли сразу эти попы. То есть у них ничего нет. Завистники, жалкие, бесталанные, трусливые. Вам зачем на меня нападать? Я же за вас молюсь. Зачем? И вот путь благовестника. Это наши беседы с Сергием. Вот вчера пишет одна. Жанна Ермакова. Но я имя ее показываю. Мне кажется, она крепкая. Ее они не свалят. Они сразу бросаются, кого я показываю. Находят и заливают грязью. Бесы. Как будто у человека бесы какие-то. Гоняются. Прямо гоняются. Игнатий Тихонович, не могли бы вы ответить на мучающий меня вопрос? В РПЦЗ считают, что после митрополита Сергия Строгородского и его декларации благодать Божия покинула московскую патриархию. И московская патриархия стала человеческим учреждением. И таинства причастия там не совершались. Хотя обряд был. Но таинства не было. Да и обряда-то не было. Лбы мощат только. Попы совершенно как ошалелые. Считать надо. Полное погружение. Воюет непросто. Раньше говорили, что советская власть не разрешала. Но уже и советская власть след простыл. По-прежнему ладошкой по голове плати деньги. Но заранее заплати. А то и ладошкой не стукну. А истинно церковь Христова в России ушла в катакомбу. Так ли это? Или это нам не дано знать? Простите. Знаю много людей в московской патриархии праведной жизни. Простите. Еще раз. Вот эту добавку знаю. То есть она как будто знает, как я буду отвечать. Вот видно, что что-то считало нашего. Я отвечаю. О безблагодатности патриархии поднимался вопрос в РПЦЗ не единожды. Но решение по этому вопросу не было принято окончательно. У меня рукой митрополита Виталия написано. Мы стоим, говорит, перед таким вопросом объявить московскую патриархию совершенно безблагодатной. Потому что они делают. Как где-то на Елеоне отбирают храмы. Монахинь выкидывает полицейских. То есть у них связи везде. Они без связи с мирской властью шагу не шагнут. Обязательно доносы стращить надо. Да почему? Сергеянство. Предательство. Я это все испытал неоднократно. Мы занимаемся. Приходим. У нас собираемся. Настоятель узнал. Все списки составил. Войтович, отец Николай. Передал их уполномоченным. Ну а тот в КГБ сразу все. Дальше уже понятно, какое действие. Меня в катушку. А остальные под страхом давить их. Я пишу. Это есть невидимая сторона. И о том лучше умолчать. Что дружба с миром есть одновременно. И вражда против Бога. Это сказано. У Якова 4.4. Истина определяется не праведной жизнью кого-либо. А только в Святой Библии. Канонами церкви. Трудами святых отцов. В церкви могут быть люди грешные. Всякие разные. А у еретиков могут быть. Прям живут как свято. Как арий. То, что декларация митрополита Сергия Острогородского. Есть невиданное до тех пор. По своим масштабам предательство. Отречение от мучеников христовых. Томящихся тогда в лагерях смерти. Это не нужно доказывать. О том тогдашем епископы. Страдальцы в ГУЛАГе написали. И сказали довольны. У меня все в книгах сказано. Лично мы никогда не отрицали. Благодатность и истинность. Правильно совершающихся тайм с московской патриархией. Никогда. И вот когда здесь открывались приходы. А мы имели общение с московской патриархией. Приходили на прощенное воскресенье. Нас гвоздали буквально. Да как вы можете. Да это звери. Это предатели иуды. А мы все равно ходили. И когда вот акт о каноническом общении уже был принят. Кто нас бил. Первые махнули через нас уже полностью. Московская патриархия. Принесли покаяние. А мы как стояли так и стоим. Мы относимся к русско-православной зарубежной церкви. Принявшей акт о каноническом общении. У нас полное общение с московской патриархией. Как митрополит Сергий сказал. Он приезжает. Служит у нас. Приехали наши епископы. Мы дети все приехали туда. Все у них там причастились. Жанна отвечает. Спасибо, Игнатий Тихонович. Я так же думала. Скажите, пожалуйста. Вопрос очень важный и серьезный. После публичной встречи патриарха Кирилла и папы. Мы приняли решение присоединить церковь ПЦЗ Агафангела в Одессе. Пашковского. Как вы относитесь к этой ветве РПЦЗ? Знаем, что они вообще не с греческой старостильной церковью. Другого выхода не видим. Спасибо. Простите. Хорошо спрашивает. Отвечаю. А встреча патриарха с папой я уже высказывался неоднократно. Ничего в этой встрече не было нового. А что если было изнеопубликовано, то зачем заниматься мифотворчеством? Не ведаем. А на деле ничего и нигде не добавили в богослужение или еще в чем-то. Что не было уже принято вчера и то есть раньше этой встречи. Чего это вдруг так заволновались православные, что и поминать о богослужении патриарха совсем не нужно и проще. Давным-давно уже все окатоличено в храмах и внешне и внутренне. Бритые, толстые, садомия оккупировала разжиревшие утробы. Исказили основные таинства, причащая всех подряд. Крестят с грубейшими нарушениями канонов. Нет погружения полного, нет научения, нет эпитемии. Настоящие. По канонам соборов и святых отцов Церкви Вселенской. Это я говорю как бы в защиту патриарха. За это тоже нападает. Вы не видите он и начинает он садомить такой. Откуда вы еще знаете? Я вообще не верю, что такой грех существует. Веры нет. Ну, есть он, есть. Но у меня не укладывается. Как это? Да вообще. Это все равно, что питаться не через рот, а через зад. Нужен рот-то не клака у человека. А у Богофангеля мы молимся ежедневно и всегда поминаем его имя перед Богом. Я с ним не встречался лично ни разу. Знаю только по интернету, по его проповедям. Считаем его законно рукоположенным. Ну и, конечно, законно. Считал про священника Дмитрия в Америке, которого он убирал или хотел убрать. Мне это его решение непонятно. Почему бы ему не объединиться с Тихоном, архиепископом Омским, пасечником? Под его омофор мы не можем быть никогда. По той причине, что мы признаем благодатность московской патриархии. Для нас этот пункт в их глазах непреодолим. Да благословит его Господь Иисус Христос и да дарует всем родиться свыше от Духа Святого. И чтобы в жизни всем быть водимыми, движимыми Духом Святым. Вот мой ответ о нем. Не встречался, только по материалам. Какой его ответ обо мне будет, меня это совершенно не интересует. У него своих вопросов нерешенных хватает. Нерешенные вопросы, это слово проблема, я никогда не употребляю. То есть где-то нужно прямо, что люди говорят это слово, я его обкатываю, назову. Игнатов пишет. Бог среди нас есть и будет. Дорогой Игнатий Тихоныч, написано, что не красна похвала в устах грешника, ибо не от Бога она. Я еще грешник, и поэтому воздержусь от выражения своего восторга делами, которые делает Бог через тебя. Как-то смотрел видеоролик, когда одна учительница, многодетная мама, призналась, что она отдавала приоритет видеороликам с твоим благовествованием. Оценки событий дня во свете Библии перед домашней работой, перед суетой, в которую когда-то погрузилась Марфа. В то время как сестра ее Мария избрала благую счастье, слушая Слово Божие. Так и я стараюсь слушать и видеть тебя по видео, потому что с тобой и Бог. Ибо невозможно так прожить жизнь и продолжать жить, как ты. Я считал, что тем, кто живет со святыми, тяжело жить с ними. Конечно, это моя сестра говорит, это встретиться с Игнатием, это замечательно. А жить вместе, это не так просто. Почему? Потому что я, только затопили, трубу уже закрыть надо, чтобы она на обогрев шла. А нет, король летит на улицу, дверь закрыта, шторки закрыты. Все должно быть. Быть очень внимательным. Где лежит Слово Божие? Вот на меня нападают, у меня кошки прыгают. Мужик, кошатник. Я кошатник, до того мне смешно. У меня рабочая скотина. Рабочие, вы покажите мне, у кого кошки работают. Кошки. А как? Только у меня три голубятни. Там много корма. Мыши все загрызают. В прошлом году, кажется, четыре полных мешка у меня пшеницы съели. Я их не могу туда зимой. До десяти. В прошлом году я до двадцати, минус двадцати градусов кошек туда вахтовым методом. Сегодня одна, завтра другая. У меня кошки работают. Я держал собаку. О, собачатник. Я не собачатник. Я в уголовном розыске занимался. Собаки подсаживались в магазины на задержание. Они у меня получали зарплату. Собаки зарплату. За моей собакой прилетели с Алматы. Я одну собаку отдал для уголовного розыска. Малышка была черная. Поэтому названия мне такие, они не соответствуют действительности. Вот в чем дело. Ну, кошка, она неплохо. Она сколько уже тут мышек поймала в комнате. Они просачиваются. Я в частном доме живу. А у меня чисто. Нету. Кошки чистые. Ни глистов нету. Ничего. Я люблю скотину всякую. У нас вот у отца было три собаки. Три. Почему? Две тара овец. Одна тара, но с одного денника на другой. И они по проволоке собаки должны были охранять. Большие волкодавы. Он пастух. Матери пасека. И я когда овечек пас один, у меня тоже собаки охраняли. Вокруг свет. Залаяли. Включил свет прожектора вокруг. Все. Ни одной овечки не украли. Но надо жить достойно. Надо отрекаться от телесных, плотских, больших и малых удовольствий. Порабощать тело, духу во Христе. В этом смысле ты, Игнатий Тихонович, пример нам для подражания. Храни тебя Бог. А нам, дай Господи, быть сильным духом через тебя. Видя твоих воинов. Си из Бога. Видя живой пример твоих воинов света. Твоих. Это речь о Боге. Аминь. Ну а вот они вам лицемерят. Ну человек живет на Украине. Чего бы он лицемерил-то. Это человек юрист. Мы никогда не встречались. Но он здесь прямо живьем готовый сожрать, кто за моим столом стоит. Это нельзя сделать. Нельзя. Как Пушкин. Прочитайте стихотворение. Нет, весь я не умру. Весь я не умру. Почему? Мои книги остаются. Книги, которые примут люди лучше, когда меня не будет. Это мешает их нерасположенность ко мне. Я вот Никиту вижу. Он каждый день считает мои книги. Сидит и считает. А я подойду и читаю вслух. Там вопросы, которые мне задавали в университетах, в милиции, везде. Бог дал мне дерзновение отвечать перед большими аудиториями. У меня три радиопрограммы было. Три радиопрограммы. Три раза в неделю выходил в эфир. И одна была, даже две из них были прямым эфиром. Одна воскресная сейчас. Сейчас прямым эфиром. Каждое воскресенье. Ну, понимаете, вот я называю сколько времени. Первое место я в Алтайском крае держал по эфирному времени. Коммунисты восстали. То, другое, ничего не могли сделать. Попы бунтовали. До времени. И, наконец, добились до того, чтобы меня оттуда убрали. Убрали. Но я сказал этому Гринько Илья Николаевич, директору этой. Я говорю, вы замену-то какую-то найдите мне. Никого не нашел. Проходит короткое время. Его самого убрали. И он мне звонит. Вот это да. Я говорю, я вам говорил, меня не трогайте. Убрали его. А те остались. Извинения принесли. Маленько проходит радиостанция РОСА. Закрыли ее. Нету ее ровное место. Их ни одного нету. А мои проповеди звучат. На меня вчера у меня заболел я. Ну как заболел. Сижу вот так за столом. Тут у меня под ногами возвышение есть. Пленки. Вставать стал, встать не могу. Нога левая. Невая нога. Я ее кое-как поднимаю. Как будто кто-то раздробил и туда кости наложил мои. Что ж такое-то? Шагнуть не могу. Кто-то придет. Дверь не открыть. Кое-как добарабался до двери. Дверь и крючки снял. Крючок и задвижку. Любой заходи теперь. Я не могу. А что случилось? Стал думать. Где я как? Не знаю. Давай звонить врачу. Что это? Я знаю. Гляжу. Свет ног разный. Это припухлая нога. И где болит? Вот сверху взъем ноги. Вот с этой стороны. И задеть нельзя. Она сейчас еще такая. Это вчера было. Я полдня болел. А ночью сегодня уже легче. Прижала скорая. Потому что врач, когда скорую помощь позвонила, она сказала, что это серьезно. Может быть тромбоз. А тромбоз, вы знаете, оторвался этот кусочек крови спекшейся. Я стал думать, что я сижу в валенках и после этого их ноги спарил там. Но сегодня ночь прошла, уже легче. Легче. Я сейчас отдельный ролик, составимый об этой болячке. Кто-то пишет. Это я пишу. Скорая была, но я и не поехал. Это для своих. Чтобы не обвинялись, что не заботитесь о себе. Вот если бы я не поехал. А, вот ты пренебрегаешь. Написано, не пренебрегайте. Кто-то пишет. Боюсь показать даже. Пугаете, понимаешь. Не хочу выкладывать самый рейтинговый ролик с истории канала. Похороны, понимаешь, Игнатия. Вот так. Я отвечаю. Молятся уже все и далеко. Как узнали, не знаю. Я то не сказал. Кто-то. Я молюсь с понедельника. Вот так. Я отвечаю. Утром уже повезут на заказной машине в краевой к хирургу. То есть сегодня я жду. Сегодня. Сегодня машина приедет везти меня куда-то в администрацию. Куда-то или к прокурору. Там какие-то дела, чтобы моя подпись была. А я не иду в больницу. Утром уже повезут. Отвечает. Игнатий Тихонович, это очень серьезно. Ради Бога, ради общины, ради меня хоть пройдите и по врачам. Пройдите по врачам. Ну, это я могу сделать. Сегодня как раз это сделают. Очень прошу. Сердце болит с понедельника за вас. А сегодня прямо вообще. Я уже кинулась Володе звонить. Не выдержала этого. А как позвонила? Скорая оказывается. Сергей Пупков. Игнатий Тихонович заболел. Молитесь о его выздоровлении. И сегодня я уже лучше знаю. Наступить нельзя. Вчера передвигаюсь. То Никита меня тащит на себе. В комнате. В комнате. То Володя, то Надежда Васильевна кряхтит. Пройди маленько. А сегодня я печку сам затопил. Я не разрешаю это. Сергей Пупков. Посвящается Игнатию Лапкину. Возлюбленный о Господе наш брат. Наставник, друг, как бы Христа, апостол. Духовной пищей стал ваш так богостол, так богат, как сладкознание Библии уразумеем после. Печать апостольца мы в Господе. Пуст гроб. Христос воскрес, и с Ним мы все воскресли. О, Боже, сохрани нас от земных забот. Дай помышлять о горнем, о небесном. Все временно Господь вас призовет. Идите с миром, свет ваш остается. Открытым оком через Библию смотреть. Научили нас, а вещь как не споткнется. Но ради тех, кто гибнет в темноте, прибудьте с нами, может кто проснется. Христос воскрес, воскликнем в простоте. Дух Божий через вас, пусть и других коснется. Благодарные слушатели 29 апреля 2008 года, 8 лет назад, Алтайский государственный технический университет, самый большой на Алтае, 21 тысяча студентов. Вот видите, какие стихотворения. Вчера пишет, Олег Игнатий Тихонович в больнице. Вот так, ну, кто как. Он отказался, несмотря на мнение врача. Сергей Пупков. Завтра, думаю, согласится поехать на обследование. Кто-то. Да, завтра уже поедет. Дай Бог, чтобы уговорили остаться там. Кто отвечает, тот не знаю. Олег. Дай Господь ему еще не один год прожить. Не знаю, кто такой Олег, не разговаривал. Видимо, не православные. Говорят, к православию подходит. Тоже вопросы задают такие хорошие. Но я думаю, они его не найдут, чтобы свалить. Так, Владимир Мочалин. Прекрасное стихотворение. Сергей Пупков. Слава Христу, 2008 год. Вот, то, что здесь есть. И показать наши ресурсы. Посмотрите, Роман Слабченко. Нету его здесь. Нету, это один вопрос. Но если вместо фотографии стоит что-то, уже не принимаю. Вот я теперь предлагаю другу. Посмотрите, как делается. Захожу, Роман Слабченко. А вот здесь он есть. Принять. Сейчас посмотрю, что у него есть. Украина. 37 лет. Видео, одно фото. Ничего нет. Ну, а почему не принять-то? И с бородой, и на небо смотрит. Замечательно. Я его принимаю. И сразу же копирую. Тут у меня есть, что копировать. Вот. Копирую я наш сайт. Вот здесь все. Ctrl-A. Дальше. Ctrl-S внизу. Скопировал. Захожу сюда. Так, написать. Принять другу. Принял. Написать сообщение. Это он прямо сейчас только. Вот здесь. Ctrl-V. Delete. И пошло. Все. Вот сразу его и принял. Вот. Сера пишут в Испании. Уже целый месяц идет посылка. Отслеживает. Пересекло границы. И там за границей больше полмесяца нет. Ну, и что делать? Разыскивать. Я ответил. Давайте еще месяц подождем. Я посмотрел срок обращения. Еще месяц. За нами. Вот так. Вот покажу сейчас эта страница. Вот. А тут кто? Владимир Теунов. Празднует день рождения. Опять. И вот утром какая работа. А их у меня, друзья, это 4600. Ну, и даже разделить на 360. Ну, больше 10 человек каждый день. Вот я нашел. Это друзья. Ну, такие виртуальные. Вот он здесь. А что теперь? Теперь я ему пошлю. А что вы пошлете? А день рождения. Как справлять надо? То есть никак не надо. Вот. День рождения. Вот у меня заготовка. Я опять Ctrl-A активирую. Ctrl-S убираю. И сразу к нему. Вот сюда ставлю. Ctrl-V. Здесь все данные. Все. Я его поздравил. Вот он зашел. Почта. Зашел кто или нет? Ну, тут 3. Вот это 3, которые по книгам все. Помогают люди. Златоуст мой начитанный. Там они как-то его обрабатывают. А я их никого из этих не знаю, кроме отца Наума. О, Сергей Старков. А там другой был. Теперь на него. Пока одного поздравил, теперь второй. Кто он такой? Воин. Поход. Что у него тут? Плохого ничего нету? Да нету. Любит открытки. Они не нужны. Ну, хорошо. Написать сообщение. Там увидим. Давно мы знакомы. Нету ничего. Вот, есть это давнишнее. Когда-то я рассылал. Сразу на 10 тысяч можно было фотографию послать. Сейчас нету эти убрали. Слава Иисусу Христу. Ну, что нога с ногой что-то? Ну, уже полегче. Левая нога, где взъем ноги из-под подошвы. Ну, была скорая уже. Все. Я ночевал, меня даже не слышно. Но уже сегодня наступаю. Ну, я съезжу. Все, благодарю. Спаси Христос. А? И уже все в сумочке лежит. Это забота. Старшая сестра. Вот этого я дал ему. Теперь отправляю. Вот только... Вот сейчас Роман Слабщенко только ему отправил. И что он пишет теперь? Или пишет, или что? Да. Игнатий Тихонович, слава Иисусу Христу. Добавьте меня, пожалуйста, в друзья. Создал новый аккаунт. Потому что забыл пароль на старый. Спасибо. Вот он как раз зелененький. Это означает, он сейчас в сети. Никогда не знаю. Первый раз, как бы, вот ему что-то... Ну, давно-то где-то посылал. Не знаю. Видите, прямо тут же сразу начинается работа. Ну, почему не отметить человеку-то? Вот здесь Сергея Царкова уже никакого нет. Другого не вышел никто. Теперь вот моя страница. Как она выглядит? Есть другая. Я, если зарядить Игнатий Лапкин... А почему один Игнатий спрашивает? Потому что было его, как называют, взломали. И я никак не мог обратно восстановить это. Я тогда поставил цифру один, и у меня система приняла. Я не знаю, кто это сделал, что... И с тех пор цифра один так и стоит. Она ничего не значит. Ну, а так разобраться я один Игнатий Лапкин. Вот зарядите, допустим, Кузнецов Владимир, или просто Кузнецов, там, Игорь. Вы получите 200-300 тысяч. Я один. Зарядить Игнатий Лапкин нету. Во всей мировой сети больше никого нету. И как будто именно имя такое и фамилия встречается. А уж Игнатий Тихонович... Один пришел и говорит, а у меня дядя в Москве, генерал Игнатий Тихонович. Я говорю, так познакомь. С такими людьми интересно знать. Вот здесь все ролики. Тут как будто похожи. 47-24. Ну да. А как это так? Дважды одно. Ну дважды это не надо. Вот сейчас я нажимаю удалить запись. Да. Ну-ка. Все, одна осталась. Роман Слабченко. Отлично. Очень важно для меня. Спасибо, Господи. Ну о чем это говорит? Для меня. Когда о яде Златоусте говорит. Вот он вчера уже, видимо, добавил здесь. Ну ладно. Добавил. Теперь наш большой, большой, огромный форум. Вот он. Вот туда надо зайти. Так называется православный форум Игнатия Латкина. Тысячу шестьсот три темы. Тема не просто так, а все выбрано, где только можно было. Материал по этой теме. Огромные просто материалы. Ну и посещаемость. Тут вообще нету никаких споров. Ну между собой. Двое тут пикируется. Протестант православный. Старик и Осипов Андрей. Благослови, Господи. Говорят хорошо оба. Ну. До чего они договорятся, не знаю. И друзей тут у меня немного. Которые зарегистрированы. Я все время проверяю. А один раз зарегистрировались, и непонятно кто. Я сразу удалил тысяч пять или семь. Тысяч удалил совершенно. И сейчас опять осталось где-то шестьсот примерно человек. То есть в мой мир я зашел. У меня было. Я шесть тысяч из друзей удалил. Тысяч. Разные там. То темные очки, то куда-то маленькие такое. Ну то видно, что мухлюет. Как у нас говорят. То есть крутит, обманывает пытается. Ну и видеоканал. Ну видеоканал это тоже. И вот как правило, мне всегда почему-то женщины толчок дают. Я за него переплетные. Переплет отдавал книги. А была такая одна из пятидесятист. Пришла она тоже у нас здесь. И стала такая ревностная христианка. Авраменко Ксения Степановна. Она сидела 10 лет в УГУЛАГе. Была хорошая, хорошая женщина. И она к этому переплетчику носила мои книги. Я ей деньги платил. Говорит, а зачем деньги платить? Ты сам переплетай. Да как, как, я не знаю. Она училась. Я сразу достал книгу, познакомился с переплетным цехом. Достал материал или деревья. У меня все стало. И я уже после этого открыл курсы. Все прошел. У меня учились священники, диаконы. Приезжали в другие городов. Десятки, десятки. И могу сказать, что одному бы не потянуть книг столько. Я около трех тысяч томов переплел. Реставратор. Старинные книги. Лучше, конечно, чтобы помогали другие. У меня комната, я считал 12,8 квадратов. А в плане посмотрел почему-то 14. Но это и кухня, и туалет, и столовая, и приемная, и мастерская вот на этих квадратах. По стенам размер. И эта комната вошла в мировой фонд. Снят фильм был, который занял первое место на международном киноконкурсе прямо в комнате. Тогда, при советской власти. Вот я попутно сказать. Что еще? Вот здесь. Пять тысяч восемьсот с лишним видеороликов. Посмотрите. Просмотров четыре миллиона четыреста двадцать четыре тысячи. Ну и подписчиков пять тысяч триста пятьдесят три. И вот вчера, я сегодня, который я поставил, вот сейчас посмотрю, что здесь. Посещаемость какая? Шестьдесят пять за один час. Ну, больше, чем один человек. Тридцать семь. Другие поменьше. Вот зашел Сергей Ильин. Где-то. Ну и наш самый главный ресурс, мощнейший. Это православный библейский сайт. Видеоканал. Тут нажми, к каналу зайдешь. Нажми на форум. И здесь проповеди. Тысячи проповедей моих. Аудио, видео. Здесь все книги. Сорок одна книга моих. Здесь четыре тысячи сто двадцать четыре ответа. Вот. По темам. Папка. Это вот. Что такое? Рождение. РПЦ. Русский язык. Священство. Семья. Смерть. Спорт. Старая брящица. Суды. Христос. Бог. Царство небесное. Какие? Мусульманство. Обращение ко Христу. Община. Объединение. Патриархия. Пища. Посты. Ну, тогда дальше покаяние, политика, потеряюка, праздники, природа, промысл Божий, работа, разбор выступлений. Видите, какие темы. 55 разных папок тем. Ну, и вчерашнее событие. Коротко сказать. Дома сижу, пенсионер. Ну, какие тут события? Никого нету. Ну, однако, события и есть. С ногой было неладно. Я ролик поставлю сегодня, он будет виден поподробно. Не ступить, не задеть еще нельзя. Нога как вспыхнула. Почему? Спрашивает. Начинает теперь гадать там-то. Не знаем мы. Не знаем почему. Но я извлекаю из этого большую пользу. Благодарю Бога. Припоминаю, где мои ноги ходили. Мои ноги, где ходили, далеко не каждый ходит. По тюрьмам, по лагерям, по морям. Там, в Америке, там я топтал, где только не был. По всему миру проехал моими ногами. Вот этими вот. Они мне послужили. И когда меня возили из тюрьмы, ну, везут там за кота. Такая машина специально с решетками. Отделенно, отдельно сидят преступники за замком. И отдельно сидит военный. А перед ним рядом маленький стаканчик. Меня возили не вместе с ними, а в стаканчике. Я отделен был от них. И когда на суд выводят, специально там шлюсь есть такой, в отстойники там. Ну, тут туда-сюда офицеры ходят. Ну, и заключенные с кем-то перекидываются. А меня отдельно там выводят от них. И напротив меня поставлены еще собой. Чтобы никто мне слова не сказал. Советская класть. До того она была боязливая. И вот когда носу в суд привезут, ну, и всех там тоже там большие, такие, ну, комнаты, сказать, или камеры. И они там сидят, курят, пьют. Мне отдельный стаканчик, ну, а тут решетка. И на меня смотрит все время, стоит часовой. Глаз не спускают. То ли я повешаюсь, то ли что. И вот когда везут, а я в окошечко смотрю, везут, сосны мелькают. А я и говорю, сам себе. Отбегали мои ноженьки по лесу, и по барам, по этим, по тайге. И где только я не был, Господь благословил. Все ноги. Теперь в оковах. Дальше вы не пойдете. Это я сам с собой как бы разговариваю. И вчера заболела нога. Ну, и скорую вызвали. Потому что напугали, что это тромб на ноге. Но оказалось, что живой до утра дожил. А сейчас сегодня утром у него повезут на обследование нога. Я думаю, что надавил ее где-то. У меня ноги мороженые, перемороженные были. И, видимо, нервы спалился. Я так понимаю. Ну, это я так. Вот. Кто-то опять. Все, с Богом. Благодарю. Так, Володя, там.